Добрый день! Вы смотрите программу «Экономикс» и сегодня мы находимся в нашей выездной студии на базе Института управления экономикой и финансов Казанского федерального университета, где проходит межрегиональная конференция студенческих инициатив в области повышения финансовой грамотности. На конференции участвует более семи регионов, присутствуют различные федеральные и региональные эксперты. Вашему вниманию представляется интервью с приглашенными гостями. Ольга Сергеевна, добрый день! Я рад приветствовать вас в нашем университете. Добрый день! Мне тоже очень приятно здесь находиться. Хотел построить разговор следующим образом. Сначала поговорить вообще о проблеме финансовой грамотности, потом перейти к работе вашего центра, ну и порассуждать немного о будущем. Первый вопрос. Вот почему вообще мы сегодня говорим о необходимости повышения финансовой грамотности у населения и проблеме финансовой безграмотности в целом? Вот чем актуальность этой проблемы сегодня вызвана? Ну, прежде всего, потому что мы современное государство. Мы идем по те развития основных европейских стран, которые эти программы уже реализовывали. Результатно, поэтому, в протяжении последних 15 лет. И мы должны не только их догнать в этом развитии, но и перегнать. Поэтому Министерство финансов приняло решение вот такую программу инициировать совместно с информационной денежной поддержкой Международного банка. И мы показываем очень хорошие результаты по последним исследованиям финансовой грамотности школьников 15 лет. Мы показали очень хорошие результаты по последнему срезу. И мы надеемся, что мы обогнали ведущие европейские страны. Мы выступили лучше, чем Германия, Франция. И мы надеемся, что следующий срез покажет, что наши усилия, в общем-то, дают ощутимый результат. То есть, если все-таки говорить о мировой обстановке финансовой безграмотности, это проблема не только россиян, да? Ну, эта программа реализуется практически на всех континентах, в ряде стран. И экономические реалии таковы, что мы должны постоянно этим заниматься. То есть, нельзя изучить финансовую грамотность и быть до конца жизни грамотным. То есть, постоянно меняются условия, постоянно появляются новые финансовые продукты. Нужно с ними знакомиться. Постоянно появляются новые мошеннические схемы. И мы тоже должны с ними знакомиться и быть настороже, понимать, что происходит, каким образом. А основная задумка именно российской действительности в России реализации этой программы – это не просто донести информацию, а воспитать новое финансово-грамотное поколение. Поэтому эта работа планомерно ведется в очень большом таком срезе, начиная с детских садов. То есть, мы осознанно начали так рано для того, чтобы не просто донести информацию, дать ее, а прямо воспитывать новый менталитет. Люди с новой формой общения, с новой формой понимания вот этих всех предложений и продуктов. Да, вот если в целом оценивать уровень финансовой грамотности, какой он был до начала проекта федерального и сейчас, какие-то изменения прослеживаются уже? Изменения прослеживаются, однако в цифровых показателях сейчас не скажу. Объясню, почему. Были буквально в прошлом году. До этого каждый регион проводил свои социсследования по выработанным в регионе показателям. Но мы пришли к пониманию, что нужно сделать индикаторы повышения финансовой грамотности, чтобы они были одинаковые для всех регионов. И отдельно нанятая компания, отдельный контракт, который будет проводить эти социсследования независимые. То есть, мы даже не будем знать, в каких школах, в каких учебных учреждениях будет делаться выборка, как будут анализироваться эти данные. Мы получим срез по определенным вот этим индикаторам повышения финансовой грамотности. Могли бы их перечислить? Какие критерии вообще финансово грамотного человека есть? Критерии – это человек, который осознанно ведет учет своих доходов и расходов, осознанно подходит к предложениям по кредитованию, анализирует эти предложения, не имеет проблемных задолженностей и так далее. То есть, их довольно много. Ну, собственно, основные – это быть на стороже и много знать. Вот вы рассказали немного об образе финансово грамотного человека. Если его сравнивать с тем, который был, я не знаю, в 2000-х годах в России, он как-то изменился, либо образ поведения примерно сохраняется? Ну, во-первых, мы должны отличать финансово безграмотного человека от, условно говоря, финансово грамотного. То есть, с одной стороны, у нас человек, который подписывает договора, не читая, бежит туда, где обещают повышенную доходность, не анализируя, откуда она вообще возьмется, набирает кредиты для того, чтобы погасить предыдущие кредиты и так далее. То есть, мы имеем такой образ растерянного и не очень задумчивого человека. Все-таки финансово грамотный человек – это человек, который анализирует, вдумчиво читает, не обращает внимания на менеджера, который говорит, подписывайте быстрее у меня другого клиента. Это человек, который спокойно, уверенно говорит, подождите, я прочитаю договор, я задам все интересующие меня вопросы, я еще подумаю подписывать его. То есть, мы, в общем-то, выходим на такого очень вдумчивого человека, у которого есть скаткосрочный жизненный план, долгосрочный жизненный план. Он понимает, как он будет его реализовывать, чего он хочет в жизни добиться, каким способом он это будет делать, но мы предполагаем, что он это будет делать честными способами, никаких мошеннических схем применять не будет. Наша задача – вырастить такого замечательного человека. Хорошо, вот такой вопрос немного географического характера. У нас очень большая страна, и есть различные различия в уровне образования населения, в принципе. Как вы считаете, вот разного рода… Сейчас я заново задам. У нас очень большая страна, и есть небольшое различие в уровне образования населения, от региона к региону. Сказывается ли это на том, что финансовая грамотность где-то у нас выше, а где-то ниже в регионах России? Ну, чуть-чуть выше показатели в тех регионах, которые вступили в проект раньше. То есть это пилотные регионы Калининградского и Волгоградского, силы того, что там работа по данному направлению началась в 2011-2012 году. И в регионе проходит массовая информационная кампания. Люди больше об этом знают и обращают внимание на эти вопросы и стремятся получить эти знания. Конечно, для этого потребовалась многолетняя такая вдумчивая работа, но она дает свой результат. Те регионы, которые только вступили в программу, конечно, на срезе вот этих индикаторов повышения финансовой грамотности пока не покажут высоких результатов. Но мы надеемся, что общая финансовая грамотность будет прирастать. И вы знаете, что я отметила для себя в реработе с населением, что люди, не имеющие такого базового экономического образования или глубоких знаний в области экономики, они быстрее принимают вот эту мысль, что я чего-то не знаю, и вот сейчас мне расскажут, и это хорошо. Чем выше у человека уровень образования, тем выше у него внутреннее сопротивление. Как это так? Я чего-то не знаю. Быть такого не может. Что вы мне сейчас расскажете? Вот нам сначала приходится преодолевать сопротивление, только потом доносить информацию. Поэтому, когда мы едем в районы, когда мы выходим в школы, выходим в библиотеки, работаем со взрослым населением в районных центрах, нам легче. У нас есть доверие определенное. Нам труднее работать с преподавателями высших учебных учреждений, школ. Они очень критичны. Нам сложно работать с людьми, у которых есть навыки экономического мышления, но при этом есть пробелы, но они отказываются их признавать. И они обращаются к нам уже с запросом в региональный центр, когда что-то случается. Вот у нас недавно был запрос от преподавателей Волгоградского филиала Российского экономического университета имени Приханова. Преподаватели попали в финансовые ловушки и попросили провести для них специализированный семинар защиты от мошеннических схем и так далее. То есть когда уже все случилось. Но когда мы к ним приходили и говорили, давайте мы вам проведем мероприятие, они говорят, зачем? Мы все знаем, у нас все хорошо. Оказалось, в общем-то, не так уж и хорошо. Вы являетесь руководителем регионального центра финансовой грамотности Волгоградской области. Вот могли бы рассказать, какие вы уже немного коснулись тематики вашей работы, какие цели и задачи вы преследуете и немного о деятельности проектной вашего центра? Ну цель это, конечно, финансовое просвещение населения, в частности взрослого населения региона. Но у РЦФГ множество задач. Прежде всего мы аккумулируем всю информацию о тех действиях, которые проводятся в этой области во всем регионе. Это работа методических центров, трех методических центров, которые в регионе созданы. Это работа с некоммерческими организациями, которые сейчас нам помогают распространять финансовую грамотность в регионе. Это работа с банками, в том числе и с Центробанком, который с нами работает в партнерстве. И мы инициируем множество мероприятий для населения просветительского характера. Это открытые мероприятия, они проходят на базе библиотек, на базе вузов, на открытых площадках. Мы выходим на различные форумы, молодежный форум, образовательный форум, представляем свои наработки, приглашаем людей. Ну и одна из таких крупных функций регионального центра – это консультирование. Индивидуальное консультирование тех людей, которые чувствуют, что у них есть недостаток в знаниях. И консультирование тех граждан, которые уже попали в сложную финансовую ситуацию в силу своей неграмотности или незнания, они приходят к нам за конкретной помощью. В данном случае нам помогают некоммерческие организации, осуществляют юридическое консультирование. А иногда даже в сложных критических случаях приходится начинать процедуру банкротства физического лица. Когда человек не может расплатиться своими кредитами, они превышают все его мыслимые возможности, и он не видит иного выхода. Здесь вот нам помогают НКО. Насколько я понял, вы работаете с разными возрастными группами. Вот вопрос об эффективности. Насколько, точнее, можно ли измерить эффективность каких-то семинаров для взрослого населения и для молодежи и студентов, даже для детей начальной школы? То есть, наверное, все-таки эффективнее прививать с малых лет финансовую грамотность? Ну, понимаете, в чем дело. В начальной школе мы можем дать знания, навыки могут дать только родители. И дело в том, что вот в этой сфере мы невластны. Наша задача достучаться до родителей и немножко при помощи обучения подтолкнуть их к общению с детьми. Но каждый учебный курс, он построен таким образом, что у нас есть входное тестирование. То есть, в начале изучения мы делаем срез, понимаем, что знают ребята. И после изучения курса мы также делаем выходное тестирование. То есть, здесь у нас, в общем-то, разработана методика. Сложнее со взрослыми людьми. Они не очень любят тесты. И вообще привлечь их на цикл занятий довольно сложно. Но если мы договариваемся с учреждением или образовательной организацией, что мы проводим 3-4 мероприятия, то на первом мероприятии мы делаем такой легкий анализ, предлагаем им небольшую анкету, в которой они пишут, что они хотят получить, каких знаний им не хватает, по каким темам они хотели бы семинары прослушать. А в конце мы анализируем, что они получили. Ну и в конечном итоге все-таки мы полагаем, что взрослые люди, целесообразность мы получаем тогда, когда человек вторично обращается к нам в региональный центр и говорит, у меня-то все хорошо, я привел родственника, у которого масса проблем, и у которого вы должны помочь. Вот здесь мы видим целесообразность. То есть человек осознал круг своего незнания, получил дополнительные знания, применил их, и он стремится это распространить. То есть эффект сарафанного радио, он всегда очень хорошо работает в этих ситуациях. Большое спасибо. И в завершение несколько общих вопросов, опять-таки, касательно финансовой грамотности и населения. Вот кризисы экономические очень специфичны для России. Мы помним 98-й год, 2008-2014. С точки зрения влияния на кошельки россиян, вот такие ситуации критичны. Помогают ли они населению более здраво относиться к своим финансам? Это сложный вопрос. Объясню, почему. В результате этих экономических кризисов человек получает не только бесценный жизненный опыт, горький, но он получает психологическую травму. И несмотря на прошедшие годы, да, с 98-го у нас 19 лет прошло, все равно эта травма остается, и человеческие опасения, они никуда не уходят. Вот я недавно проводила такой срез, анкетирование тех педагогов-тьютеров, которые у нас обучились в методическом центре и уже работают со взрослым селением. Мы задавали им 12 вопросов, в числе которых ведете ли вы теперь, вот после изучения курса, планомерный учет своих доходов и расходов? Делаете ли вы подушку финансовой безопасности семьи? И планируете ее делать? Пользуетесь ли вы услугами страхования? И вот мы увидели, что в большинстве случаев как раз идеи вести учет, делать накопления стабильные, эту идею они приняли и реализуют. Вот у меня было 70, по-моему, человек дали ответы. А вот 85% респондентов на вопрос, будут ли они пользоваться услугами страхования, ответили, что нет, они не доверяют страховым компаниям. То есть даже несмотря на все полученные знания, у нас в процессе обучения большой блок по страхованию, все равно внутреннее сопротивление, внутреннее опасение диктует им вот такую неправильную модель поведения. При этом они осознают, что она неправильная, но переломить эту ситуацию, переступить через этот психологический ожог, который они получили в результате обмана страховыми организациями граждан, в результате массированной информационной атаки, не доверяете им и так далее, мы пока добиться не можем. Вот я сегодня пойду как раз на круглый стол по страхованию и послушаю, что придумали, какие пути решения этой проблемы придумали ваши замечательные студенты. Будем надеяться на лучшее, да. В условиях, когда технологии, особенно в финансовой сфере, мы видим, очень активно проникают в жизнь человека, замещается очень много процессов рутинных и не совсем рутинных, именно в сфере управления финансом. Можно ли сказать, что в ближайшем будущем, когда технологии будут еще более неотъемлемой частью нашей жизни, вот финансовая грамотность как навык, он отпадет, потому что за нас будут все делать роботы и какие-то программы? Нет, однозначно скажу, что не отпадет, потому что программа создается таким образом, что информацию туда заносит человек в любом случае, да. Мы пользуемся и наличными денежными средствами, если мы не запишем в программу, что я сегодня потратил на проезд, на продукты, на подарок ребенку или там на цветы любимой, то, собственно говоря, программа за нас это не сделает. А вот если мы пользуемся только безналичными средствами, то мы можем просто делать выписки и в программу это загружать. Но в любом случае функция анализа и осмысления, как мы тратим денежные средства, не зависит от электронных устройств и возможностей электронных. Это все равно должен делать человек. То есть исключать самого объекта действия, субъекта, вернее, действия, да, в данном случае, из процесса мы не можем, потому что если не будет субъекта, то не будет и действия. То есть программой мы пользоваться нужно, это важно, это полезно, они помогают. Но это инструмент, всего лишь инструмент. Ольга Сергеевна, я благодарю вас за ответ. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok